Здравствуйте! Нина пишет Уважаемый Максим, это тот фундамент, который необходим просто каждому Чувствуется комплексный подход Вы творчески и глубоко подходите к этому вопросу Мы все разные и каждому хочется быть счастливым Люди, многие, просто подражают и не имеют свое настоящее и устойчивое счастье И радость бытия Спасибо большое за информацию Есть большое желание проработать с вами свои проблемы Благодарю Нину за комментарий, за отзыв И жду Нину на своих психологических консультациях, сессиях, программах Со мной можно связаться по имейлу И мы обязательно все проработаем Все проблемы Все психотравмы Все то, что мешает нам жить, портит, отравляет наше существование Там триггеры разные и так далее Конечно Конечно, не все хотят быть счастливыми И я в этом убеждаюсь постоянно Сегодня вот Я занимаюсь рассылками каждый день У меня три рассылки Это антидепрессивные письма 30 антидепрессивных писем 30 писем мудрости 30 писем перемен И вот В этом из писем я рассказываю про То, почему люди бедные Про добровольную бедность И Про родительские установки И Вы знаете, что интересно Что интересно Там все интересно, конечно, в этих письмах Моих Но Наш Образ Мысли Соответствует балансу счета Банковского Совпадает Убеждения наши совпадают Состояние банковского счета Поэтому Поменяв свои убеждения Поменяется и Баланс Счета банковского Вот мы И вот эти письма Перемен Как раз этому и способствуют Тому, чтобы в вашей жизни Начали происходить Перемены К лучшему Через что? Через осознанность Да, вот Когнитивная психология Так что я Вот сегодня Еще один человек Подписался Так что я На рассылку Приглашаю всех Читать Письма мои И меняться К лучшему Да, это сложно Я имею дело с людьми Каждый день Постоянно Я вижу Какие проблемы у людей И Решать они их не хотят Не хотят Они в тупике Вот Чтобы выйти Из тупика Нужно просто Начать мыслить Немножко по-другому Иначе Вот Что еще Интересного Что еще Интересного Происходит у нас Да, поэтому Всех не Счастливить И Не нужно Этого делать Источник Счастья Для человека Он сам И нужно Захотеть Поменяться Нужно Захотеть Вот какой-то Вот когда уже Не можешь Да Уже настолько И все Плохо Уже Мучаешься Страдаешь Уже Надоело Страдать И мучиться Постоянно Эти негативные Переживания То Обращаются За помощью Я Испытываю Тоже Негативные Переживания Но Для меня Они лучшие Учителя Я очень Рад Когда Эти Негативные Переживания У меня Есть Не так Часто Но Они Есть Благодаря Им Я учусь Я Могу Осознать Кое-что Важное Интересное И Эти же Негативные Переживания Приводят Меня К счастью К радости К веселью К празднику К отличному Настроению К прогрессу К развитию Поэтому Надо Смотреть Страху В глаза Не надо Ничего Бояться И вот Смотрите Вот эта фраза Смотреть Страху В глаза Да А что Она Означает Она Означает Следующее Для того Чтобы Мы Преодолели Страх И Любое Другое Негативное Переживание Нам Нужно Его Наблюдать Нам Нужно Занять Позицию Наблюдателя Вот Что Происходит Когда Я На Консультациях У меня Когда Человек Рассказывает Мне Все Да Вот Чем Отличается Психолог От Обычного Человека Психолог Наблюдает Психолог Активно Слушает И Психолог Помогает Отловить Эти Вот Автоматические Негативные Мысли Осознать Какие Есть Проблемы У Человека И Через Это Решить Обычный Человек Это Сделать Не Может Вот Поэтому И Конечно Негатив Не Передается Мне Именно В силу Вот Этой Волшебной Позиции Вот Это Есть Волшебная Позиция Которую Я Вам Сейчас Открою Расскажу Волшебная Позиция Итак Вы Наблюдатель Вы Держите Ушки На Макушке И Глаза У вас Открыты И Вы Смотрите И Слушаете И Слышите И Видите Что Человек Собой Представляет Что он В действительности Хочет Сказать Вам Потому Что Слова Очень Часто Они Маскируют Маскируют Наши Подлинные Мысли Подлинные Вот Эта Интенция Вот Эта Интенциональность Она Очень Важна Это Намерение Вот Что Самое Главное Это Чистота Намерения И Вот Когда Я Общаюсь С Людьми Я Так Метафорически Говорю Что Я Обращаюсь К душе Человека На Сам Деле Да Это Так И Есть Но Можно Сказать Что Это Видение Интенции Это Видение Намерения Это Слышание И Видение Того Что Действительно Человек Хочет Сказать Мне Ведь Люди Лгут Люди Лгут Себе И Другим Так Вот Интересно Интересно Сегодня Вот эти Как бы Такие Двойные Послания Да И Порой Человек Не Осознает Даже Что Он Говорит Что Он Действительно Говорит А Психолог Это Осознает И Понимает Проблему Человека Проблему Которую Он Сам Не Может Выявить Не Может В силу Того Что Он Привык Себя Обманывать Привык Себе Лгать Поэтому В этот Тень Честности Я Огромное Внимание Уделяю И Со Всеми Говорю О Честности Вообще Удивляйте Всех Своей Честностью Но Для Того Чтобы Стать Честным И Удивлять Честностью И Заражать Своей Честностью Нужно Научиться Быть Честным С собой И Что Нам Мешает Быть Честными Помимо Всего Прочего Помимо Того Что Мы Не Знаем Как Мы Обманываемся Наших Предрассудков Мешает Мешают Наши Скажем Так Эмоции И Вот То что мы Не живем В моменте Здесь И сейчас Где-то Улетаем Своими Мыслями Куда-то И И Потом Об Этим Очень Жалеем Так Вот Волшебная Позиция И Секрет Состоит В том Что Вы Очень Внимательно Не Спеша Очень Сосредоточенно Слушайте Человека Который Перед Вами Смотрите На Него И Видите Его И Не Спешите И Ваши Мысли Точно Сосредоточены На Том Что Он Говорит И Вот Тогда Все Будет Хорошо Тогда Вы Сможете Отреагировать На То Что Вы Слышите И Проблема Наших Часто Страданий Состоит В том Что Мы Не Можем Отреагировать И Что Мы Чего Не Понимаем Что Произошло То Мы Не Видим Причинно Следственной Связи Мы Не Понимаем Кто Перед Нами И Что Происходит В данный Момент И Какая Учая Интенция Какое У него Намерение Какое У него Умысел Ну Вот Несколько Примеров Несколько Примеров Скажем Вы приходите К человеку Общаетесь С человеком Вы Эмоциональны Вы Хорошо К нему Относитесь Вы Хотите Поднять Ему Настроение Вам Хочется Как-то Помочь Человеку А человек Молчит Просто Молчит Ничего Не Говорит Вы Закончили Вы Плеснули Свои Эмоции Разговор Закончился И потом Вы чувствуете Что Как-то Вам Не по себе Да Становится Вы Чувствуете Что Какой-то Дискомфорт Душевный Что такое Почему Так Человек Отнесся К вам А на самом деле Вы Имели Дело Спасивной Агрессии И Человек Этот Когда Вы Там Всей Душой К нему Да Шутили Веселили Хотели Добро Сделать Помочь Человеку Как-то Ему Избавиться От мыслей Грустных И так Далее Убедить В чем-то Изменить Его Взгляд На вещи В это Время Он Вас Игнорировал Он Вас Насиловал Молчанием Вот И получал От этого Удовольствие Тайное Удовлетворение Вот Что происходит А вы Потом Чувствуете Как Мне Тошно Вы Даже Чувствительные Люди Да Они Могут И заболеть Вот Эмпатичные Такие Могут И заболеть Даже Из-за этого Может И сердце Заболеть Даже Вот Это Это Была Пассивная Агрессия Это Было Насилие Молчанием То есть По сути Человек Себя Вел Как Сволочь Последняя А А вы А вы К нему Со Душой Так Вот Убедитесь Сначала В том Они Сволочки Перед Вами Находятся А потом Уже Со Всей Душой Либо Относитесь Со Всей Душой К этому Человеку Либо Оставьте В покое Например Такое Насилие Молчанием Пассивная Агрессия Таких Людей Очень Много Они Сами Ставят Это Болезнь Пассивная Агрессия Это Болезнь Это Психически Бойной Человек Которому Надо Лечиться Если Этот Человек Не Лечится Вы Его Не Вылечите Потому Что Он Должен Захотеть Вылечиться Вот Поэтому Держитесь От И как правило Такие Люди И Отпугивают От себя От них Шарахаются И У них Идут дела Неважнецкие Неважнецкие От них Отворачиваются Дети Близкие Их Все время Гнобят Они Все У них Постоянно Это Внутреннее Напряжение У них Нет Порядка В голове Самодисциплины У них Все Вот Эти Хаос В жизни Хаос Они Не Могут Ни На Чем Сосредоточиться Не Могут Довести Дело До Конца Потому Что Саботируют Любое Дело Начатое Они Они Постоянно Жалуются На Жизнь Они В негативе Постоянно Они Притягивают К себе Людей Которые Тоже Жалуются На Жизнь И Обвиняют Чтобы Понять Суть Суть Того Что Происходит И Кто Перед Нами И Каковы Намерения И Интенции Человека Рабы Рабы Вот Мы тут Говорили С вами О Рабстве Экономическом О Конформизме Говорили О О Что Люди Это Ментальные Зэки Живущие Вот В этой Ментальной Тюрьме Что Творчество Никак Там Не Проявляется Это Псендотворчество Я имею Творчество Души Именно Лично Снания Не Растут И Так Далее В общем Винтики Винтики Экономической Машины Несвободные Люди Несвободные Как Себя Проявляют Рабы Рабы Постоянно Сравнивают Себя С другими Людьми Это Любимое Занятие Рабов Запомните Это Рабы Себя Постоянно Сравнивают С другими Почему Почему Это происходит Дело Все в том Что Рабы Относятся К себе Как к вещам Как к товару И к другим То же самое Ну и думаю Что я могу Поиметь Что я могу Поиметь И И как Меня Могут Поиметь Вот Это Для Раба Очень Важно И Поэтому Поэтому Раб Себя Сравнивает С другими Для того Чтобы Поддерживать Иллюзию Своей Ценности То есть Вот Если он В чем То Как ему Кажется Преуспел Ну допустим Раньше всех Купил Новую Машину Да Раньше всех Купил Новый Новый Модель Телефона Смартфона Айфона Да Там Тряпку Раньше всех Купил Какую-то То он Успешен Он успешен Вот Это Это Вот Отношение Такое И Для Раба Очень Важна Очень Важна Оценка Извне То Как его Оценивают Потому что Он К себе Относится Как к Вещи Да Дело Все в том Что Рабы Они Не Живут Они Обслуживают Жизнь Поэтому Вот Единственный Способ Получить Какие-то Положительные Эмоции И Поднять Свою Самооценку Это Получить Одобрение От других Какое-то Да Или От себя Как им Кажется Вот В их Теориях В их Представлениях Они Зависят От других Всегда Зависят Раб У раба Всегда Хозяин Есть Поэтому Раб Себе Никогда Не Хозяин И он Ищет Себе Хозяина Он Постоянно Ориентируется На что-то У него Есть Вот эти Ориентиры Как Должно Быть Эти Идеалы Да Идеалы Делают Нас Рабами Делают Рабами Да Вот Вот так Живет Раб И никогда Он не думает О себе Он не понимает Это вопрос Он не понимает Что у каждого Своя жизнь Что каждый Сам определяет Что ему делать В этом мире Раб Он Зависит От Придуманного Кем-то Для него Порядка Он Законно Послужен Всегда Очень Да Кстати Гордятся Этим Рабы Тоже И Выслуживается Всегда Вот То есть Он себе Не принадлежит И Его успех Зиждется Как раз На соблюдении Каких-то Правил Общепринятых И Вот Рабы В этом Отношении Как бы Конкурируют Кто Лучше Будет Исполнять Правила Законы Вот Это Ужасная Конечно История Они Ничтожные Люди Ничтожные Рабы Да Но В личностном Плане В личностном Но Они Полезны Как Обслуживающие Жизни Вот Они Полезны И Люди Превращены В это Во все Конечно Они Токсичны Рабы Эти Токсичны И Они Не Получают Удовольствия От жизни То есть Удовольствия У них Крайне Примитивны Это Еда Это Секс И Зарплата Все То есть По Минимуму По Минимуму Вот И Рабам Очень Важно Быть Лучше Других Хоть В чем То Потому Что Они Чувствуют Что Они Как Бы Находятся На Довольно Низкой Ступени Развития Своего Им Очень Важно Быть Лучше Хоть В чем В чем В чем В чем Рабы Рабы Вот Так Так Что С Такими Людьми Ну Конечно Они Токсичны Неприятно Неприятно С ними Не Име Дело И Сквозь Вот По Жизни Актеры Вот Я Посмотрите Я Там Чего-то Добился Ну Это Очень Очень Большой Вопрос Чего Люди Добиваются Добиться Можно Я вам Скажу Как И Чего Добиться Можно Добился Ты Чего-то Если Ты Трансформировался Если Ты Стал Лучшей Версией Себя Если Ты Добился Если Ты Изменился Если Ты Учишься У жизни Но Если Ты Ничего Этого Не Сделал То Ты Остался Таким Же Идиотом Как И Был И То Что И Дурачком То Что У Тебя Там Какие-то Достижения Внешние Есть Это Которые Ты Там Потом И Кровью Вот Этого Всего Добился Это Не Считается Жить Нужно Легко Жить Нужно Легко И У Человека Должно Быть Время Для Всего Для Всего Потому Что Мир Это Изобилие И Возможности Возможности Которые Предоставляют Мир Они Безграничны И Они Все Существуют Для Нас И Чем Большим Количеством Возможностей Вы Пользуетесь Тем Вы Успешнее Вот Это Мое Видение Успеха То Есть Человек Который Живет Дом Работа Это Раб Он Не Успешен Хотя Он Может Иметь Машину Квартиру Ну Вот То Что Мы Квартирой Называем Это На самом деле Есть Гаражи Для Людей Какую-то Машину Которые Очень Быстро Устаревают И Все Прочее Теряют В цене Но Это Не Успех Никакой Просто За Свой Рабский Изнурительный Труд Человек Получает Вознаграждение И Оплачивает Кредиты Вот И Все Речь Это Не Успех Никакой Успех Это Когда Вы Живете Легко Красиво Свободно Когда Вам Хватает Денег Когда Вы Развиваетесь Личностно Творчески Когда У вас Есть Хобби Когда У вас Ум Развит Когда Вы Когда У вас Душа Развита Когда Вы Любите Себя Вы Здоровы Вы Имейте Хобби Различные Умения И навыки То есть Вы живете Полноценной Жизнью Развиваете Интеллект Свой И так далее Вот Что это Такое Что такое Успех Так что Я Что еще Хотел Вам Сказать Насчет Того Что Негатив И позитив Мы Видим Что Негатив Негатива Больше Чем Позитива Да И Чтобы Компенсировать Одну Негативную Эмоцию Нужно Семь Позитивных Представляете Да Какая Пропорция Какая Пропорция Для чего Это все Надо Значит По-видимому Негативные Переживания Это Лучшие Учителя И Нужно И Наши Друзья И Именно Из них И нужно Именно У них И нужно Учиться Из них Творить Позитив Свет У каждого Негативного Переживания Есть своя Светлая Сторона Но для Этого Надо Учиться Эти У этих Негативных Эмоций Учиться А мы Учимся И Что мы Делаем Мы Растем И Развиваемся И Становимся Светлыми Личностями Вот Почему Люди Которые Например Пережили Депрессию Они Умеют Сочувствовать Другим Людям Да Они Более Сострадательны Более Сострадательными Становятся И Так Далее Вот И Все Это Для Того Чтобы Мы Развивались И Росли Личностно Вот Поэтому Я Очень Благодарен Этим Негативным Переживанием Но Хочу Сказать Что Учеба Тоже Не Вот Такой Да Ну Жизнь нам посылает Те уроки Которые посылает Конечно Нам Ничего не остается Как учиться Перерыв Не взять Не взять Перерыв Поэтому Приходится Все время Быть Сидеть За этой школьной Партой И Учиться Так что Учитесь И Слава Богу Что Есть Такая Возможность У нас У всех Жизнь Имеет Свои Своё Начало И свой Конец У всего Есть Начало И конец И у этой Учебы Прекрасных Тоже Поэтому Цените Все Что с вами Происходит Все Это Происходит С вами Не случайно Если Вы Запутались Если Попали В тупик Хотите Узнать Выход И Изменить Свою Жизнь К лучшему Обращайтесь Я вас Жду Я вас Жду На Консультациях Сессиях Программах Проработаем Все Вопросы Комплексный Подход Интегративный Подход Использую Разные Техники Кроме Того Я Ладно Об этом Я В следующем Ролике Скажу Или Сделаю Объявление У нас В сообществе Вот Поэтому Чтобы Чтобы Поменяться Нужно Делать То Что вам То К чему Вы не Привыкли И думать Так Как вы Не Привыкли И Тогда Будет Что-то Меняться Если Все Идет По Протаренной Дорожке Вот По Проложенной Колее По Привычке То Конечно Перемены Все равно Будут Но Они Будут Очень Болезненными И Сам Вот Этот Консерватизм Сам Этот Конформизм Он Это уже Это уже Деградация Это уже признак Деградации Если все идет По Колее По Одной Колее Вот Так что Вы Деградируете Вы В зоне Комфорта Находитесь А в зоне Комфорта Все Деградируют Поэтому Ищите Этих Перемен Инициируйте Их Меняйте Сами Прежде Всего Выходите Из зоны Комфорта Начинайте Что-то Новое И Ничего Не Бойтесь Меняться Вам Придется В любом Случа В любом Но В какую Сторону Либо В сторону Развития Либо В сторону Деградации В сторону Дебилизации Отупения Вот Нездоровья Негатива Либо В сторону Счастья Здоровья Позитива Личностного Роста Интеллектуального Роста Вот Но На одном Месте Удержаться Невозможно И жизнь Меняется Наша Тоже Вот Это Я хотел Вам Сказать Очень Рад Что Вы Меня Слышите Что Смотрите Подписывайтесь На Рассылки Мои Все Очень Эффективно Очень Эффективно Все Я Эти Знания Почерпнул Из разных Источников Пропустил Через Себя Отфильтровал Для вас Самую Суть Самую Суть Вам Преподношу На Блюдечке С Голубой Каем Вам Ничего Искать Не Надо Копаться Там Чего То Все Я Преподношу Вы За Это Платите Цены Доступные И Получаете Все В готовом Виде Прекрасное Прекрасные Знания Необходимые Каждому Для Жизни Ну Вот И Эти Знания Дают Вам Силу Они Вас Меняют Они Вас Окрыляют Они Вам Дают Силу Поменять Свою Жизнь И Справиться С Любой Проблемой С Любой Жизненной Ситуацией С Большое С С Большое Продолжение следует...